всем большой привет девчонки всем привет любителям косметики сегодня у нас видео косметическое и возможно какие-то посторонние звуки у меня за окном тут какие-то летают вертолеты и вентилятор также у меня работает и я очень хочу показать вам косметику которой я пользовалась последнее время все лето здесь не будет каких-то ошеломительных новинок или чего-то такого в общем все так или иначе с когда-то уже показывала но мне очень хочется душа просит разговоров о косметике и давайте начнем так как продуктов довольно таки много в кадре тут у меня мои тыковки 1 настоящая но декоративная и 1 вот такая вот керамическая вот итак начну я поочередно как делаю макияж и приучаю себя последнее время в первую очередь делать все-таки брови но не забываю иногда забываю покажу вам всего три продукта вот такой вот гель я уже его показывала год to be глует я думаю многие знают этот гель он у нас везде продается как онлайн так и в офлайн магазинах стоит около 6-7 евро здесь большой объем 150 миллилитров и да я использую его для бровей когда-то оля ося подала такую идею с тех пор я поняла что мне действительно это подходит мне это нравится я сначала грезила идея как-то перелить его в какой-то пузырек мне это не получилось нужно и какой-то шприц покупать в общем это то еще удовольствие я приноровилась пользоваться прямо из флакончика я вот так вот открываю я буквально надавливаю чуть-чуть беру вот такую вот одноразовую не знаю как по-русски называть щеточку и беру сколько мне нужно продукта и наношу на голые скажем так брови еще без всяких других продуктов но это не тот продукт которым вы зачесали наверх он прям будет держать конкретно в моем случае не знаю я может быть засниму как-то этот процесс либо я показывал уже я прямо такие вот обратной стороной палочки я брови вот так вот к коже приклеиваю даю немножечко подержать то есть чтобы был такой эффект ламинирования у меня волоски длинные не густые но капризные они как бы как у многих я думаю из нас смотрят вниз и все-таки если вы хотите сделать бровь визуально шире и выше чтобы чтобы открыть взгляд то нужно их как бы поднимать и именно поэтому мы всегда их стараемся зачесать наверх и потом когда у меня вот это вот все дело подсыхает кстати не оставляют какой-то прям сильно липкой пленки если что излишки с кожи можно ватной палочкой быстро подмахнуть именно по этой причине я стараюсь наносить до тона чтобы вот это все не смешивалась не превращалась в кашу эта штука приятно пахнет я не переживаю о том что мне нужно постоянно какие-то гели покупать другие для бровей может быть когда-нибудь я что-нибудь и попробую другое но меня полностью устраивает когда у меня это все дело подсыхает я беру вот такой карандаш это просто мой любимчик последнее время это мой второй уже подходит концу надо срочно заказывать третий иначе в какой-то момент я просто останусь без карандаша для бровей это catrice вот такой вот slimmatic ultra precise у меня оттеночек самый последний 060 эспрессо то есть это не черный но он такой супер темно-коричневый приглушенный холодный цвет очень красивый очень вообще мне тут мало его осталось и буквально легким нажатием касанием руки я просто делаю такие вот штрихи волосики где мне нужно где-то по интенсивнее где-то нет короче классная вещь довольно таки стойка у меня ничего никуда не плывет заявлен как waterproof здесь очень маленький объем как всегда в таких продуктах кому-то может быть еще пригодится что здесь есть щеточка я ей не пользуюсь но конечно хватает ненадолго и стоит такая штуковина около 3 евро вот но это мои маст хэвы мои три продукта для бровей вот как-то даже не переживаю ничего не хочется искать нового пользуюсь с удовольствием дальше тональные основы тоже ничего нового полноразмер у меня от миша так как мне надоело заказывать малютки обожаю оттенок 21 можно сделать полегче текстуру можно ее уплотнить как вам угодно не знаю у меня все хорошо держится с ним никуда не плывет я просто в него заново влюбилась как вот пару лет наверное назад и только им основному пользуюсь еще пользовалась коллагеном они немножечко похожи но для меня миша более легкий на каждый день коллаген такой более поплотнее покрытия и у него оттенок марка enough оттенок у него 13 он такой для меня даже немножечко загарный за счет этого может быть покрытия кажется больше но оба эти продукта классные я их люблю обожаю следующие продукты будут праймеры наверное праймер надо было до тона показать вот такой вот у меня праймер от essence не раз его показывала не только я его хвалю нет уже меньше половина это essence вот этот арбузный у них там очень много в этой линейке я бы даже использовала его просто как какую-то сыворотку или просто как крем он действительно неплохо увлажняет далее я снова влюбилась вот в этот продукт его уже не выпускают это essence fresh and fit awake праймер но у меня заказа заказ запасно на целую артиллерию что это такое стоит ли рассказывать если его не продают но я все-таки расскажу healthy glow заявлен он и также минимизирующие поры казалось бы два противоположные заявления здесь у нас витаминный комплекс и какая-то клюквенная вода еще в составе он приятно пахнет вообще очень нравится как он пахнет и раньше как-то я его использовала только как жидкий хайлайтер но теперь я его использую упс возможно дальше все начнет у нас падать я использую его на все лицо он действительно такой тоже слегка такой как увлажняющий слегка слегка силиконистый но в нем нет ни единой блестки он очень красивый и сверху просто можно припудрить либо я подмешиваю его также в тональные но это не летом и не в жару так как в жару это все может утяжелиться в общем снова переблюбилась снова пользуюсь еще вот такой у меня из последних приобретенных magic filter все знают эту штуку я думал что это примерно одно и то же поэтому мне интересно было попробовать healthy glow это другая совершенно вещь она более тяжелая если это такое знаете можно совсем его растушевать в ноль и все равно останется у вас такое скользящее скажем так покрытие с легкой легкой с легким свечением у меня сейчас кстати дневное освещение поэтому может быть не особо выигрышно будут выглядеть эти продукты здесь что-то более густое более темное по оттенку и она более такое тягучим то есть летом она мне вообще она я не знаю просто как эту штуку назвать этот фильтр и еще я хочу сказать что вот эта вещица может быть это только у меня такая мне она воняет имеет такой явный желтый оттенок что я не очень люблю я больше люблю что-то более прозрачное либо чуть-чуть похолоднее как-то последнее время не знаю почему эта штука не фиксируется я тоже как-то уже рассказывала забыла взять салфетки надо мне это исправить что покупала в надежде что будет похожа также еще и вот на эту штуку это вообще моя любовь я покупала свою повторку уже второй тюбик на ebay просто с каких-то складов у кого-то из запасов уже эту штуку не продают я не знаю если у нее аналоги это лореаль люми мажик это вообще база праймер я использую эту штуку как хайлайтер она довольно таки жиденькая ее нужно просто капелюшечку вот этого мне хватит на обе щеки и даже много здесь текстура что-то смесь между вот этим и вот этим ну я не знаю и мне разу здесь оттенок видите он такой светленький его можно растушевать еще светлее плюс вот этого средства из всех вот этих что она зафиксируется я наношу его на скулу и поверх наношу уже сухой хайлайтер таким образом мне не подчеркиваются какие-то мимические морщинки какие-то прыщики которые часто именно в этих местах возникают в общем я в восторге я вот сейчас пытаюсь пробовать вот эту штуку примерно так же как вот эту но я понимаю что когда вот это подсыхает она уже если просто сверху наносить вот она даже как-то теряет сияние что ли в общем не знаю в общем не знаю насколько полезна вам была такая информация напишите как вы используете вот эту вещь если как хайлайтер мне кажется какой-то желтоватый и тяжеловатый и если он не усаживается то он будет смазываться в общем разные мнения давайте двигаться дальше следующая категория что-то я уже не как-то не по порядку но и покажу консилеры я тоже уже сто раз показывала покажу все покажу 4 ну не знаю я пользовалась только вот этими вот тоже уже надо заказывать не новые это у нас супер консилер от revolution у меня оттенок c1 и c2 c1 я просто случайно по ошибке купила мой идеальный оттенок этот c2 я обожаю этот консилер я не знаю что в нем магического никто про него не говорит может быть и хорошо а то вдруг его сейчас раскупят он везде продается и в общем я использую вот сейчас меня уже столько даже вижу на просвет вот этого использована и стараюсь светлый тоже куда-то использовать я обожаю легкие у него среднее перекрытие но он такой какой-то водянистый за счет этого может быть он какой-то хидро бус вот это за счет этого он не заполняет какие-то мимические морщинки есть еще у меня вот такой из новых из последних но я прогадала с оттенком хотя светлее по моему нету у меня 0 10 кул кэшемир такой же кстати оттенок как и тональный крем ну темноват слегка для меня я не показала вам предыдущие оттенки и многие любят этот консилер но он уже такой более плотный я думаю я его тут доставала для перекрытия всяких прыщиков и вот этот вот достала но это уже много раз показывала на такой более скорее уже на осень а этот на все сезоны мне просто и в пир и в мир давайте покажу вам оттенок c2 кстати девчонки готовьтесь берите кофеек здесь такая холодинка как это присутствует но и в то же время он не светлый что очень важно если консилер светлее чем нужно и нет какого-то правильного подтона именно для вашего для нейтрализации на вашего какого-то синячка тут нужно именно подобрать методом вот подбора пробы и так далее проб и ошибок то вы можете даже усугубить ситуацию в общем я никого не очень думаю все все знают видите этот такой прямо желтовато желтинку уходит а этот очень нейтральный давайте двигаться дальше так берем чаёк кофеек я наверно сказала да покажу быстренько еще теперь румяшки я вообще только вот в этом году начала пользоваться румяными я как-то все время была против не то что против просто не знаю так давно уже все это модно столько румян столько оттенков и это наверное самый модный косметический продукт этого года у меня двое кремовых румян это catrice blush fair liquid blush фишка здесь в том что они даже это указывают что нужно хорошенечко его встряхнуть если этого не сделать то начинает сначала вытекать какая-то маслица эти румяна очень хороши для сухой кожи для возрастной за счет вот того что они не скукоживаются не высушиваются при этом они неплохо держатся фишка в том что я просто храню их вот в таком виде чтобы это масло как бы не подтекало сюда к тому месту откуда оно вытекает собственно здесь нет вот этой всем надоедливой штуки поролоновый и нужно буквально капелюшечку действительно очень классный оттенок очень крутой я назвала оттенок или нет самый первый 0 10 pink feelings оттенок и не знаю я очень люблю они вроде как полупрозрачные но при этом они такие розовенькие вот этого мне хватает чтобы нанести на обе щеки я наношу иногда прям так много но потом я не закрепляю просто сухими румянами а просто чуть-чуть пудрой сверху прохожусь и у меня как бы такой румянец получается из-под пудры торчит извне при этом она так как-то увлажняет кожу в общем очень мне понравились эти румяшки вообще советую нужно совсем немножко еще мне есть вот такая вот штучка это baby tint от revolution для губ и для щек но я использую это для для щек здесь уже фишка в том что это более стойко ну тоже тут нужно наслаивать в общем я совсем чуть-чуть нанесла тоже классный оттенок у меня оттенок кстати я сказала какой вот такой вот rose бюджетно удобно небольшой объем который действительно можно использовать который там не на пять лет использовать и выкинуть в общем я тоже довольна вчера буквально носила можно нанести побольше но опять-таки вот эта штука она стойкая как бы и тут нужно приноровиться тоже с этой штукой работать также пудровые румяна вам покажу одни из моих любимых супер бюджетные бренд регина вот видно что они у меня прям заюзаны уже затертая картинка называется минеральные какие-то румяна это польский бренд или нет или чешский непонятно в общем-то 0 1 но у меня уже сломалась упаковка может быть это говорит как раз о том что я ими часто пользуюсь как вот этим дальше пользоваться меня очень напрягает что вот это все разваливается это прям как у essence это запеченная такая текстура но видите довольно принципе пигментированный и здесь есть такое некое 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 сияние извне то есть они такие слегка слегка сатиновый но ни единой блестки нет как-то я их на обум купила и мне нравится что они подсвечивают и все такое но конечно упаковка выбешивает еще вот такие у меня есть лавли это польский бренд хорошо представлена на тина natural beauty blush у них там приличное количество оттенков у меня 06 сразу хочу сказать это румяна для тех кто боится румян как я потому что их можно наславить хоть двадцать раз вы никогда с ними не переборщите то есть они очень и не пигментированы но у меня такой розово-коричневый оттенок единственно мне не нравится что вот вот это вот засаливается сверху вот эта вот штука хочется ее как-то соскрести знаете интересный оттенок на каждый день даже на не смогу показать вам но потому что вы просто не увидите их нужно вот сделали бы вот такую упаковку вот вот почему не сделать вот это мне намного больше нравится вот закрутил все отлично все лежит открутил нигде ничего не ломается почему бы не делать вот такую вот я вот вот не знаю мне даже такая намного больше приятнее упаковка чем вот эти вот все крышки отломаны также у меня еще вот эти вот завалявшись сто лет в обед так ей не нашла румяна новый от essence в лиловом оттенке я уже бросила эту затею как-то у меня вот такая вот старушка adorable очень красиво освежающий тоже оттенок я думаю многих есть эти румяна многие эти знают но они такие прям свежайшие как будто вам 18 лет вот далее про румяна про хайлайтеры кстати нету даже бронзеров я вам так скажу один будет а-ля кремовый но я вот не пользуюсь бронзерами как-то мне кажется это too much если уж румяна и хайлайтер talk бронзеру в общем свои завихрения тоже показывала уже но хочу еще показать вот эту psa польский профессиональный бренд такая вот бежевая упаковочка вообще заявлено как glowing powder я вообще не думала что это хайлайтер я думала что это а-ля hourglass такие пудры знаете glowing powder у меня 11 light beige и на самом деле для меня это самый что ни на есть хайлайтер но он очень такой люксовый что ли не знаю может посоревноваться он такое не запеченный насколько я разбираюсь текстуру он очень спрессованный прям такой пресс и у меня здесь прямо видите уже вот такое вот заюзанное сложно назвать это ямкой но все же давайте я вам покажу что это на деле вот даже вот так вот если чуть-чуть набираю я прям пальцем чувствую что она супер спрессована что здесь очень много продукта и и надолго хватит что мы имеем в итоге вы видите какая пигментация и как будто бы это просто пудра они хайлайтер и только при нанесении вот видите что вот это вот просто как масло оно как масло и вот оно вот так вот сияет здесь нет ни единейший блестки давайте еще даже вам покажу вот мне хочется прямо похвалить этот продукт мало кто про него говорит может быть я никого не смотрю кто про него говорит мне нравится что он не супер желтый не супер розов вообще не розовый вот при растушевке такой какой-то становится телесного цвета и короче это просто очень красиво я наношу его еще поверх вот этой вот моей штуки получается просто ну такое прямо холенейшие холенейшие что-то если такого не достать пояснику наверное не везде продается катрис есть вот такая вот у них пудра soft glam filter powder тоже заявлено как пудра но для меня по факту это тоже примерно что-то же из что-то же что-то из этой же категории видите тоже эту пигментацию как будто бы даже пудровые это не запеченный продукт но та же история при нанесении она она вот они вообще практически одинаковые то есть но мне кажется что все таки пояс чуть чуть более сияющий но так вот общение на лице незаметно и даже оттенок похожий и это имеет очень явную такую пудровую отдушку парфюмерную такая штука если что-то поярче то это ламель glow highlighter оттенок луна ну здесь уже у нас такое сияние другое этот продукт как раз вот уже запеченный он уже не такой прессованный он уже такое на ощупь даже более шершавый знаете не такой как бы маслянистый что ли я не знаю как это объяснить это нужно ощутить вот видите как он очень сияет но это хайлайтер для тех кому за я бы уже так сказала если какие-то вот вы не можете уже супер яркий там хайлайтер куда-то на работу носить или что-то то вот это что-то такое более деликатное что-то такое конечно этот более яркий хотя сейчас они все мне кажется выглядят яркими тоже классные вообще я думала он будет более холодные судя по названию я хотела именно что-то такое чуть ли не серебристые но он имеет тоже определенную желтинку вот еще ламель и это уже более холодная но этом хайлайтер уже сто лет в обед на рынке тон 101 у них даже по моему уже 401 называется ли что-то такое и появился у них уже более золотистый у меня вот такой вот древний я не помню я его покупала вообще в россии когда еще мне был туда вход не запрещен у меня тогда еще был российский паспорт я могла спокойно там пересекать границу сейчас естественно все поменялось и как-то я помню пошла и на стенде я тогда накупила всякого вот ламель я бы сейчас хотела конечно оказаться день у российских стендов с косметикой потому что знаю там кучу новинок мне интересно было бы не знаю не достать в общем ну ничего у нас свои продукты есть но я показываю вам ламель кстати ламель доступен у нас на на тина поэтому можно и там покупать но единственное имею ввиду что я покупала именно стационарно я его тестировала трогала это немножечко отличается от онлайн шоппинга и так что-то лишнее уже говорю это уже такая запищенная очень приятная нежнейшая текстура по на ощупь вот она намного нежнее чем вот это этот более такой шершавый знаете и здесь мне кажется что более мелкодисперсный хайлайтер вот него вот такая вот упаковки у них у всех вот такие вот ну кроме пояса наверное такие бомжатенькие не знаю пластмассовые бюджетные совершенно но продукт внутри просто очень хороший если сделать им какую-нибудь крутую упаковку здесь видите тоже красотенюшка красотенюшка здесь более холодный серебристый уже отлив я раньше таких хайлайтера терпеть не могла именно какие-то холодные здесь но не здесь нет розовинки здесь именно как жемчуг знаете как вот цвет жемчужные бусы но такие или как перламутровый лак или как сейчас модно для ногтей знаете есть втирка вот это называется кто ногти делает вот это что-то такого цвета вот оно и не белое и не бежевое и короче это вот что-то такое прям жемчужное очень красивое сияние обожаю эти хайлайтеры так так я постараюсь постараюсь побыстрее но это вряд ли так 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 давайте быстро покажу вам куча туши и буквально по паре слов у каждой здесь кстати просто куча туши я это все их по вскрывала так еще не один хайлайтер и забыла вам показать давайте покажу хайлайтер еще один вот такой вот жидкий от essence который baby god glow оттенок у меня 10 сессии in silk и вот про это я как раз говорила что здесь вот это ненавистная всем вот эта штука то есть здесь продукт подсыхает ну как-то да это не очень и здесь вот это вот откручивается вообще мне на самом деле плевать на этот спонжик на эту упаковку мне как бы все равно да если нормальный продукт я не подружилась с этим хайлайтером прямо от слова совсем и даже не могу вам сказать почему я не знаю вот вчера я пыталась его носить мне кажется что здесь куча каких-то блесток во первых во вторых ну кстати он приятно пахнет прям какой-то карамелькой мне не нравится оттенок очень желтый хоть и самый светлый вроде блесток как бы и нет но он залипает он плохо тушуется он выглядит на лице инородно я просто привыкла вот к таком ой-ой-ой к такому чему-то более деликатному нежному я не знаю короче и он прям вот видно что видите какой он темный даже при таком освещении в общем вообще в общем вообще не сложилось надо его закрыть что я все время забываю делать вот а потом она и засыхает ну как то так в общем тоже хотела вам показать вот видите я его вот сейчас стерла и он залип вот он он так и наносится если чуть-чуть не успел растушевать его то потом будут вот такими вот кусками он залипнет на лице прям кусищами и будет вот так вот не красиво бывает там задумался или телефон позвонил когда красишься и если это сверх тона мы наносим и вот такое вот у нас произошло залипло то исправлять это очень будет нелегко для бровей вот такая штука еще попадается essence extra strong прозрачный гель мне понравилось что упаковка не прозрачная потому что прозрачный гель как мы знаем становится очень непрозрачным буквально после пары применением туда же он скорее всего уже не прозрачный но этого не видно этим меня он и прельстил упаковкой своей для меня теперь все какое-то слабенькое после вот этого желтого чудо вот кстати вот про этот хочу добавить вот принесла еще вот это тоже я вам его хвалила рекомендовала это вторая моя упаковка одну я уже использовала здесь он еще прозрачный это catrice superglue вот лифт и ламинейт о чем я и говорю вот с такими вещами как бы нужно бровь приклеивать именно кожи и нужно вот это делать каким-то специальным вот щеточкой палочкой не знаю ватной палочкой зубочисткой чем угодно вот прям кожи приклеивать иначе это будет опускаться то есть с этой штукой нужно мне кажется приноровиться работать вот это прикольная но она реально такая тягучая прям как клей а вот это желтая она намного более легкой но по эффекту она тоже хорошо держит брови то есть если выбирать вот это мне нравится больше но возможно вот это будет держать намного лучше я прям так не тестировал надо мне снова потестировать эту штуку вот это конечно более слабая по сравнению с вот этими но тоже имеет место быть может быть надо мне тоже и под закончить быстренько быстренько к теням к тушам так вот такая вот он вайлд мегаллинг классная тушь но классная щетка но именно для нижних ресниц мне понравилось а так мне конечно маловато такой какая-то тушь клареса тоже самое обычное вообще для меня тушь определяется не знаю щетка не не знаю очень привередливо для меня главное хорошо завить ресницы чтобы был крутой керлер сколько керлеров я не перепробовала вот я вернулась к своему драному подрипанному хоть я купила такую же новую от той же марки но блин она все равно завивать не так вот я не знаю два одинаковых продукта с разницы там в пять лет марка одна и та же но завивать не так то ли там резиночка вот это не то то ли что-то вот это настолько не знаю тут такие детали если хорошо завью мне в принципе любая тушь подходит если накрасить аккуратно я не крашу по пять слоев иначе у меня все опускается как у таракана и вот так вот вниз все смотрит короче среднестатистические туши хорошие вот эту не очень поняла essence i love extreme хоть все ее так любят не знаю зачем все пооткрывала и щетка здесь огромная мне кажется можно увидеть такой щеткой зачем такая огромная в общем так себе далее 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 вот такая everline черная какая-то extension volume тоже вот как-то не знаю что сказать тоже не самая любимая короче моя вы поняли десна который могу похвалить это это только при том что вот у вас хорошие ресницы это катрис глэм эндол скаут волюм маскара здесь вот такая вот у нас щетка своеобразная я не очень люблю то есть тут разные есть частые зубчики есть редкие и в общем она такая я такой не люблю я люблю более какую-то однородную но принципе пользуюсь и она нормальная нормальная хорошая и вот такая вот по моему это какая-то одна из новых flash without limits extreme length and volume но вот это кстати больше даже скалпт глэм эндол она больше как-то на все-таки на удлинение идет нежели на объем также как и вот это вот essence такая здесь щеточка но тоже хорошая вообще туши essence принципе я многие люблю и многие пробовала не с ними нет никаких проблем вот такая тушь от revolution голубая сейчас модно всякие бургундские надо мне тоже что-нибудь на осень прикупить я как-то не задавалась этим вопросом но вот это вот за 2-3 евро это такое баловство и она действительно классная она потому что такая неоновая знаете ее можно как самостоятельно так также и сверху черной нанести и здесь фишка в том что ее будет видно и она даже немножечко такая фиолетовый уходит кто любит вот такое баловство это просто побаловаться чтобы дорогущие не покупать я вот каждый день такой туши не пользуюсь поэтому мне за 2 доллара вообще окей совершенно вот такая штуковина от никс кстати очень популярная вещь этот джамбо пенсил когда только я еще начинала youtube даже страшно сказать сколько лет назад лет двенадцать наверное уже моему каналу если не тринадцать с перерывами там я его виду был белый популярная же всю ищу себе подложку хорошую под тени которая будет тени мои держать я сейчас заказала что-то подобное на алиэкспресс не знаю посмотрим но эта вещь не оправдала моих ожиданий да она классная на пигментированная представляете как на таком вот будет сверху смотреться все тени как я люблю именно чтобы из них по максимуму ну выжить какой-то скажем так пигмент даже давайте проведем эксперимент вот у меня здесь есть палетка я возьму например вот этот вот оттенок один и тот же и нанесу сюда и нанесу сюда как я люблю делать вот блин так хорошо видно что как будто бы я тут вам фигню какую-то показывать в общем но фишка в том что если бы это держалась на веки то было бы вообще цены бы не было такой штуки но она скатывается у меня но не фиксируется и я не понимаю тогда в чем смысл к район тем более на водные линии она вообще не будет держаться называется кстати cottage cheese оттенок прям мой мой я обожаю этот перламутровый но я перекрываю тенями я люблю шиммер на веках но она вообще никак не фиксируется то есть не вижу тогда смысла я ищу что-то что будет фиксироваться так вот такие тени периодически пользуюсь люкс визаж пользуюсь как контурирующим оттенком у меня 108 кто сказал что нельзя тенями пользоваться как контуром отличный холодный оттенок еще и фиксируется еще и держат держится хорошо еще я уже все заговариваюсь еще и стоит копейки и вот такие вот металлические у меня линеечка жидкие тени люкс визаж metal hype не линейка оттеночек 18 такой болотненький осенний прямо супер классный то что доктор прописал вообще люблю это же как подложку использую иногда еще вот такие вот essence оттеночек shimmering taupe taupe как же я могла не купить если это taupe тоже покупала в надежде использовать как подложку оттенок действительно классный сейчас я покажу оттенок классный такой он он не очень сияющий он менее сияющий чем нежели вот этот металл все здесь красиво да но на мне тоже это плохо держится и скатывается тоже должна это отметить ну и еще одни жидкие тени тоже наверное уже вам сто раз это показывала catrice джентастик какой-то это опять таки вот в тему мою в моих поисков что-то для подложки что-то опять серебряное ну тоже есть у меня в общем жду с алиэкспресс вот какой-то похожий такой карандаш перламутром оттенки и в матовом оттенке в белом и вот всей душой надеюсь что они будут фиксироваться навеки и что я наконец-то уже успокоюсь найду этот свой идеальный продукт так надеюсь все не повалится но красивые праздничные такие так так что еще давайте губы а потом уже тени тогда напоследок покажу губы во первых вот такое маслица классная от essence cranberry lip oil я его очень люблю так где-то там собачка за окном лает ссоре и она как бы ну не прозрачная когда вы его наносите она немножечко приобретает оттенок вот примерно вот такой но только не такой яркий в общем я его люблю и для подготовки губ и кто сказал что нужно платить за эти dior масло нет кто любит люксовую косметику конечно мне достаточно essence и сколько последнее время кто меня смотрит у меня было в общем из всех карандашей которые за последнее время я пробовала для губ я активно пользуюсь вот этим вот никс который в оттенке пейл pink смешиваю его со своим коричневым от vivienne собой кстати постоянно сейчас вижу что пользуются девчонки карандашами для бровей именно для губ почему бы и нет отличный отличный оттенок если вообще ищите что-то но не можете найти свой какой-то коричневый бежевый или что-то попробуйте светлые оттенки для бровей возможно вы найдете то что нужно это vivienne собой у меня оттенок 001 мне уже много раз показывал это их обычная линейка и самостоятельно мне вот этот не очень нравится мне такой не поточенный я вообще пользуюсь нон-стоп и самостоятельно он такой довольно таки яркий как для меня но при смешивании вот с вот этим коричневым он становится таким идеально приглушенным бежево-коричнево-розовым как я люблю мне даже нравится он больше моего эталонного релуи которые я никак не могла найти вот просто обожаю и как всегда помад у меня немного у меня вот есть одна и мне вообще норм это essence 301 оттенки на очень бледная но для меня это универсально потому что я вот карандашиком спокойно вот таким розовеньким могу себе поддобавить цвета что-то вот вроде вот этого мне есть вот такая помада от хиан кашемировая линейка оттенок 712 angel красивый оттенок очень красивый такой припыленный розовый но эта помада для меня суховато то есть у меня вообще очень проблемные губы в принципе но я так пользуюсь и иногда если только сверху нанести какой-то бальзамчик или что-то такое в общем то такие продукты для губ все обещаю что постараюсь сейчас еще минут семь тени вот такие вот достала от revolution baked eyeshadow pure and innocent все запеченные уже сто лет в обед но я их так люблю они такие простые но при этом они такие красивые мне нравится больше всего здесь вот эти вот три я вообще их смешиваю мне очень нравится также здесь розовый прям какой-то свежести придает и вот я к чему все это показываю что самые обычные какие-то тени вот такой вот незрачной упаковке могут быть на глазах очень красивыми очень люблю вот эту свою однушку это тоже хиан хай дефинишн оттеночек 923 frosty если у вас есть на тина я вообще видела знаете вот эти штуки у них там разные есть оттенки но этот оттенок чисто я во флаконе если можно так сказать мое косметическое я в тенях вот это идеальный оттенок конечно я люблю разные другие ну вот что-то такое что-то нейтральное я еще конечно люблю более серое такое но очень мне нравится на каждый день даже можно более празднично сделать потрясающе вот эта палетка уже мелькала сегодня тоже как-то вообще часто ей пользуюсь хоть она такая базовая повседневная для меня не сказать что здесь не без минусов не хватает здесь какого-то коричневатого еще вот чуть темнее чем этот мне можно было бы вот этот вот убрать и какой-то более темный но неважно если вот так вот я уже сто раз рассказывала здесь все оттенки которые я люблю тени здесь сатиновые они супер бюджетные здесь супер дешевая упаковка но само качество здесь очень хорошее вот этот оттенок вообще просто мой любимчик такой серебристо-талповый и разные здесь есть коричневые давайте вот этот еще такой более осенний вообще ну как вам я уже показывала хорошая пигментация сейчас при дневном освещении мне вообще так неудобно сидеть 40 минут уже тут сижу скрючившись на диване и вот пытаюсь вам что-то тут заснять показать короче обожаю эту палетку последнее что я сегодня вам покажу так будет вот такая вот палетка которая даже не влезает в кадр от w7 американский великобританский по моему бренд cool down как-то я показывала 40 здесь оттенков и с тех пор как я ее приобрела я просто постоянно ей пользуюсь могу сказать что здесь есть абсолютно все что я люблю мне безумно нравится здесь матовые да честно шиммеры здесь нет хорошие но я люблю больше здесь они такие более сатин в с металлик я люблю что-то поярче какие-то даже блестяшки здесь такого ничего нет здесь не найдете никаких топерных но здесь просто растяжка матовых оттенков это просто то что доктор прописал очень холодные коричневые такие как я люблю есть несколько потеплее оттенков но это прям такая смесь холодных и нейтрально холодно не знаю как это сказать просто для базового макияжа я очень люблю когда есть много вариантов именно растушевочных таких посветлее если вы что-то за портачили темными то можно всегда вот прийти я люблю когда есть какие-то бежевые а здесь полно бежевых на любой вкус на любой потом и такой такой и по холоднее и потеплее и по розовее и по серее и коричневые есть для осенних всяких макияжах и для смоки айс есть вот что-то такое потемнее сейчас не вариант делать конечно свочи вот этот нижний ряд матовых оттенков для меня просто вау можно даже видеть что такие они мною заюзанные ну отличное качество отличная пигментация как для своей цены и такая растяжка 50 оттенков коричневого очень мне нравятся эти тени они хорошо тушуются так что если ищете что-то такое вот вполне вообще может хватить мне очень на всю жизнь и из любых других какие-нибудь однушечки какие-нибудь блестки топеры сверху нанес и все то есть палетка вообще она не популярная про нее никто не говорит да она слишком большая я уже немножечко отвыкла от таких мне удобнее чем-то таким более маленьким быстренько но когда именно вот сижу просто крашу свое удовольствие мне нужно что-то такое я люблю вот эту тушевку делать сначала светлым чуть темнее еще чуть темнее потом еще светлого я люблю иногда просто это как релаксация сидеть и тушевать вот 50 никто никогда не заметит что у вас там 35 оттенков теней на глазах но это чисто для вас вот идеальные так какую-то тушевку сделаете здесь для этого есть все что нужно опять-таки матовые хвалю шиммеры тоже хороший и как-то я уже прям тут делала даже такие более розоватые красивые здесь есть вот прям видите какие они здесь но это как прессованные пигменты не зря палетка так называется то есть они какие-то даже рыхлые но если вы их нанесете правильно пальцем то вы получите то что получите то очень насыщенные пигментированные тени но видите они не такие прямо что шиммер 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 а такие они и не знаю как короче это объяснить но вот этот оттенок прям классный-преклассный надо мне еще с ними делать макияжик все перестаю вас мучить ну кто досмотрел до конца надеюсь я вас не утомила спасибо большое за просмотр уж очень мне на душе было вот так вот эта информация вся хотела с вами поделиться вам рассказать все уже буду заканчивать спасибо всем что посмотрели что досмотрели спасибо вообще что подписаны что смотрится что не уходите всех люблю всем добра и всем пока пока